ПЕНТАГОН А он такой, нет-нет. Говорит, мол, мы приняли решение начать войну против Ирака. Это было число 20 сентября. Я говорю, мы собираемся воевать против Ирака? Зачем? А он говорит, я не знаю. Говорит, мол, полагаю, они не знают, что бы еще такое сделать. Я ему говорю, хорошо, они нашли информацию о связях Саддама с Аль-Каидой? Он такой, нет-нет, в этом плане никакой новой информации нет, просто приняли решение воевать против Ирака. Говорит, полагаю, мы, судя по всему, не знаем, что делать с террористами, но у нас хорошая армия, и мы можем свергать правительство. Он сказал, мол, мне кажется, если у тебя в руках молоток, то все вокруг кажутся гвоздями. Спустя несколько недель я вернулся для того, чтобы с ним встретиться. Мы в это время уже бомбили Афганистан. Я говорю, мол, мы все еще намерены воевать с Ираком? А он такой, у-у-у, да еще хуже. Я потянулся через стол, взял лист бумаги и говорит, Вот, только что сверху пришло, имеется в виду из Минобороны. Это говорит служебная записка, где указано то, как мы собираемся развалить 7 стран за 5 лет. Начнем с Ирака, затем Сирия, Ливан, Ливия, Сомали, Судан и завершим Ираном. Правда о Ближнем Востоке. На самом деле, если бы на Ближнем Востоке не было нефти, там бы было как в Африке. Никто не грозит торгаться в Африку. Там обратная проблема. Мы сами просим людей влезть и остановить этот беспредел. Поэтому неудивительно, что наличие топливных ресурсов в регионе повлекло вмешательство со стороны великих держав. Не могу сказать, что были веские основания для свержения власти, но точно скажу, что подобная политика силового вмешательства в регион была всегда. Продолжение следует...